Всем привет! Сегодня у нас с вами опять что-то новенькое, и я имею ввиду в целом новый бренд, по крайней мере я раньше с ним не была знакома. Я сейчас имею ввиду бренд Erling, это французский люксовый бренд. Я взяла на пробу буквально несколько продуктов для лица от этого бренда, для того, чтобы какое-то первое впечатление сложить. Конечно, здесь все красиво, дорого, богато, все как мы любим в плане люксовых брендов. Декоративка это, кстати, не основная сфера деятельности этого бренда. Насколько я понимаю, в первую очередь они занимаются разработкой ухода, а также парфюмерии. И декоративка, не знаю, насколько давно у них появилась, но вот по крайней мере у нас она появилась вообще буквально вот совсем недавно. Зацепило мой взгляд несколько продуктов, я их решила попробовать, и естественно все это сейчас у меня на лице, и сейчас я вам покажу, как я выполняла этот макияж, и параллельно буду комментировать по поводу своих впечатлений. И не смею вас больше задерживать, давайте приступим. Начинать мы с вами будем не как обычно с глаз, потому что, ну, как видите, очевидно, глаза у меня уже накрашены, и в принципе в этом бренде, я так посмотрела, по-моему, если я не ошибаюсь, много оговорок здесь, у них только тушь. Вот теней я не видела, по крайней мере. У них вообще крайне маленький ассортимент, там у них, по-моему, одна тональная основа, один хайлайтер, один бронзер, или может быть несколько там вариантов бронзеров, одна помада, ну что-то типа такого. То есть нет такого, что 20 вариантов помад на ваш выбор, или там 50 тоналок в разных финишах, нет, все очень скромненько. И начнем мы с вами как раз таки с тональной основы, я заказала вот такую вот, называется она Fluid Foundation SPF 30 Sun Glow Sunscreen. И я когда заказывала, я обратила внимание только на первую строчку, там где написано Fluid Foundation. Ну, я подумала, это что-то такое легкое, ну, как в принципе люкс любит, то есть такие легкие текстуры, которые не подчеркивают морщины, что-то такое. Но надо было мне обратить внимание на вторую строчку, потому что как раз таки в этой строчке, как мне кажется, заключена вся суть этого продукта. Я взяла себе оттенок номер один, вот запомните это сейчас, это самый светлый оттенок. Если буквально пару слов еще сказать, то сделана тональная основа в Италии, здесь стандартные 30 мл и срок годности 12 месяцев после открытия. Как видите, я слегка уже попользовалась этой тональной основой, это будет далеко не в первые впечатлениях. Упаковка мне такая нравится, она мне очень напомнила мой любимый YSL Tushikla All-in-One Glow. Я сначала думала, что это просто тюбик, но нет, это тюбик с помпой, и вот тюбики с помпой я вот очень люблю, потому что очень удобно ими пользоваться. А теперь, друзья мои, гвоздь программы. Помните, я вам говорила, что это Sun Glow? Лицезрейте этот оттенок. Ну, так, может быть, вам еще пока непонятно, пока просто посмотрите на текстуру. А теперь давайте сделаю сводчик. Как по мне, это супер, темный оттенок для первого в линейке. И знаете, я когда впервые выдавила эту тональную основу, посмотрела на нее, у меня, честно говоря, глаза немножко так округлились, потому что, ну, крайне редко можно встретить первый оттенок настолько темный. Этот тон просто категорически не подойдет белоснежкам, потому что на мне он создает очень такой вот активный эффект загара. Я могу эту тональную основу носить, если я ее хорошо растушую, в том числе и на шею, и потом добавлю еще бронзер, как бы, чтобы это все в целом, как бы, играло на моем лице. И оттенок, если рассматривать его с точки зрения вот этого Sun Glow, очень классный, потому что лицо действительно начинает выглядеть так, как будто я немножко подзагорела где-то, я отдохнула, и очень красиво это все светится тоже. И что мне понравилось, вот в плане текстуры и в плане вообще вот того, как лежит этот тон на лице, вот у меня просто абсолютно нет замечаний. Мне очень нравится, как тон ложится, как он растушевывается, не видно никаких ни пятен, ничего такого, то есть даже с учетом того, что оттенок мне не подходит, у этого тона очень легкое покрытие, я бы сказала, даже до среднего не дотягивает, то есть действительно это такое средство, которое может сделать загорелую кожу невероятно красивой, но в то же время загорелая кожа не должна быть с какими-то недостатками, потому что вы ничего не перекроете, ни какие-то, вот у меня здесь вот царапка маленькая, вот эта царапка светится сейчас у меня просто фонарем таким на коже, какие-то мелкие пигментные пятна, какие-то следы от прыщиков, вот все, абсолютно все просвечивается сквозь эту тональную основу, но тем не менее, лицо все равно, общий тон выравнивается, даже вот сейчас это видно, с того, с чего мы начинали и к чему мы сейчас пришли, когда я нанесла, лицо выглядит гораздо красивее, чем до нанесения тона. Ну и вот то, о чем я говорила, посмотрите вообще, насколько темный оттенок по сравнению с оттенком моей кожи, конечно, шея вообще в целом это самое светлое место обычно, если вы не пользуетесь автозагаром или чем-то таким, то обычно шея всегда самая бледная, и это, конечно же, здесь действительно нужно очень хорошо растушевывать все вместе. Последние несколько слов, которые я хочу прокомментировать по поводу тона, первое, это то, что у него очень классная текстура, это из тех тональных основ, которые наносятся, знаете, как крем, как будто сразу впитываются в кожу, и вот когда я смотрю на себя в зеркало, у меня впечатление, что просто, ну вот я то ли автозагар нанесла на лицо, то ли вот что-то вот такое, нет ощущения вот именно тона, какой-то пленки, какой-то маски, какого-то лишнего слоя, и еще к этому эффекту добавляет то, что действительно тон такой полупрозрачный, вот насчет того, что это флюид, они абсолютно не наврали, тон этот тоже, кстати, абсолютно не наслаивается, то есть даже если я захочу где-то добавить, я нанесу чуть-чуть побольше, но когда я начинаю растушевывать, он как будто опять начинает впитываться в кожу. Следующее, к чему мы перейдем, это хайлайтер в стике, называется этот продукт All Over Highlighter Stick, здесь по весу 10 грамм, сделано также в Италии, и срок годности 18 месяцев после открытия. Я себе взяла оттенок номер 2, там первый, по-моему, был немножко розоватый, кстати, выглядит он вот так, это довольно-таки большой такой объемный стик, и все, кстати, оформлено вот в такую вот очень красивую, коричневую, даже бронзовую, я бы сказала, металлическую упаковку, выглядит красиво, вот реально, мне этот цвет очень нравится, и как-то не банально, мне кажется. Что касается его оттенка, то это такой классический оттенок шампанского, и чтобы вы понимали, все, дальше не крутится, это все, что вы получите от этого стика, хотя вроде бы когда, говорят, 10 граммов, 10 граммов это, ну, не так и мало, в принципе, и все зависит от упаковки, потому что можно его было сделать более тоненьким, например, более плоским, и тогда бы он поднимался выше, и создавалась такая своего рода иллюзия обмана, что нам на самом деле дали так много, а здесь вот просто 2 сантиметра этого стика, и кажется, елки-палки вообще, а где все остальное, потому что представляешь, что вот столько должно вылезти из этого стика. Что касается моего мнения об этом стике, то лично мне он не понравился. Он какой-то немножко странноватый в плане текстуры, потому что мне кажется, он суховатый, что ли. Вот в нем есть какая-то такая фишка, что вот так вот им рисовать вообще не стоит, потому что это сразу цепляет тон и разрушает очень тон. Я пробовала разные варианты, если его набирать спонжем и наносить, вообще вы ничего не увидите. Вот я даже сейчас это продемонстрирую, я так довольно сильно набираю, то есть я не жалею абсолютно, начинаю наносить, ну и как бы, как бы. Самый такой более-менее способ это вот так вот разогревать его пальцами, после этого в принципе набирается немало, и тогда вот начинаешь переносить это туда, куда тебе нужно. И вот все равно я не могу сказать, что я вот прям что-то вижу. Хайлайтер все-таки не дешевый, знаете, и ну мне хочется увидеть какой-то результат. Знаете, что я так подумала, наверное, все-таки я его закреплю, потому что мне кажется, если я его не закреплю, вам может очень сильно не понравиться следующий продукт, который я вам буду показывать, из-за того, что он может из-за этой, из-за этого конфликта текстур лечь пятнами. Но в то же время я сейчас вам в макро постараюсь максимально детально показать этот хайлайтер сам по себе, а когда я буду показывать уже макияж при дневном освещении, то учитывайте, что сверху там еще сухой хайлайтер тоже нанесен. А сейчас я вам покажу продукт, и вы мне сразу ответьте в комментариях, не дожидайтесь дальше развития событий, не напоминает ли он вам что-то. Это бронзирующая пудра от Arlene, которая называется Multi Soleil Pressed Powder. Здесь 12 граммов, тоже 18 месяцев со дня открытия у него срок годности, и тоже сделано в Италии. Так вот, давайте заглянем сейчас в упаковочку, и вот найдете ли вы сходство с каким-то другим продуктом. Здесь вот такой вот красивый бархатный мешочек этого потрясающего шоколадного оттенка, и мы достаем бронзер, у которого просто обалденно красивая упаковка, он играет вот так вот на свету, и в серединке сам продукт выглядит вот так. То есть здесь три разных оттенка бронзера, начиная от очень светлого, прям такого песочного оттенка, и заканчивая достаточно, в принципе, темненьким оттенком. И в нижнем правом углу здесь еще такая секция с нежно-розовыми румянами. Так вот, интересно, я одна такая, или не только мне вот этот продукт очень сильно что-то напоминает? Тан-тан-тан! И я сейчас имею в виду культовую классику от Guerlain. Ну вот, не знаю, держу их в руках, и у меня такое впечатление, что это чуть ли не одно и то же. У меня это терракотовый бронзер от Guerlain в оттенке номер 3. Это, по-моему, кстати, лимитка была прошлого лета, и в середине он может выглядеть не совсем похоже, как выглядит Arlain, но в то же время, по-моему, у Guerlain есть вот абсолютно то же самое. Но хочу я вам сказать, что вот эта вот версия от Arlain мне нравится гораздо больше, чем вот этот вот терракотовый бронзер от Guerlain. По крайней мере, именно вот эта версия. Я им не очень долго попользовалась. Вот прошлым летом я им пользовалась, мне даже нравилось. И мне нравится, что здесь вставки румян более персиковые, нежели розовые. Из-за того, что здесь розовая вставка, это создает такой эффект, как будто немножко типа как загорелая кожа, но даже чуть-чуть вот вы подгорели на солнце, вот как-то так. В принципе, красиво. И опять-таки, с вот этим тоном выглядит очень красиво. И обычно я стараюсь взять кисть для бронзера и не сильно налегать на румяна, вот больше налегать на вот эти вот три части. А потом, знаете, так слегка, типа как захватить тоже румяна. И тогда мне очень нравится этот эффект, который создается. Сейчас я вам его и продемонстрирую. И если я наношу этот бронзер на лоб или на какие-то другие участки, то я стараюсь здесь вообще не захватывать румяна. А сейчас, если я надавлю тоже и на розовый, в том числе, и все оттенки захвачу, то вы увидите, что он, ну, по крайней мере, я надеюсь, что вы увидите, что он начнет проявляться. Вот я в зеркале это сразу начинаю видеть. Ну вот, я закончила с нанесением. И что я могу вам сказать? Вы знаете, если вы очень любите таракотовые бронзеры от Guerlain, или хотели бы попробовать что-то такое, то вы можете обратить внимание на этот бронзер. Откровенно говоря, действительно, мне эта версия нравится гораздо больше. И вообще, вся эта косметика делает очень такой вот бронзовый эффект, эффект загорелой кожи, эффект отдохнувшего лица где-то на каких-то модных пляжах. И вот марка французская, я даже так задумалась, не на юге или Франции это все производится и разрабатывается. Потому что особенно вот этот тон очень мне напомнил, как мы с мужем ездили во Францию, мы как раз-таки были на юге Франции. И когда я там ходила по косметическим магазинам, и меня даже заинтересовывали какие-то тональные основы, вот все начиналось с таких оттенков. Найти что-то посветлее было крайне сложно, потому что на юге Франции вот как раз-таки вот такие вот тона очень популярны. Там это стандартная единичка, я бы сказала. У кого-то из-за того, что это загар, у кого-то из-за того, что это естественный оттенок кожи такой. Но все равно, ребята, если вы уже зашли на наш рынок, то имейте совесть, сделайте что-то посветлее чуть-чуть. Так, это все, что у меня есть от Orlane. Давайте я сейчас быстро закончу макияж полностью и вернусь к вам. Мы с вами еще немножко поговорим о составе этих средств. И также я вам еще покажу, как этот тон выглядит при дневном освещении и его стойкость на протяжении дня. В заключение я хочу пару слов буквально сказать о составах, потому что когда я прочла, что они свой опыт создания ухода также использовали для создания декоративки, я сразу подумала, о, там, наверное, составы какие-то должны быть особенно классные, без всех этих спорных ингредиентов и, возможно, с ингредиентами, которые, наоборот, ухаживают за нашей кожей. Но после того, как я ознакомилась с ингредиентами, я поняла, что не обольщайтесь. Составы, я бы сказала, ну вот абсолютно обычные. Причем, знаете, я немножко даже так устала от этого ложного маркетинга, ну, как мне кажется, по крайней мере, которого полно на косметическом рынке, потому что когда читаешь описание, к примеру, той же тональной основы, там написано обогащено гиалуроновой кислотой, витамином таким, витамином сяким, мы будем ухаживать за вашей кожей и так далее, а когда реально смотришь на состав, то здесь на первом месте вода, потом циклопентасилоксан, это силикон, который, опять-таки, ну, не самый, там, уж прям супер хороший, если посмотреть на уровень его токсичности, да, он не, там, не супер токсичный, но какой-то микро, там, процент у него токсичности все равно есть. Также здесь есть в составе тальк, после талька сразу идет денатурированный спирт, бензиловый спирт здесь есть, и, кстати, так как это люкс, естественно, пахнет он тоже как люкс, потому что очень много отдушки, вот в каждом средстве все говорят о том, а под всеми я имею в виду очень многих косметологов, отдушки это вообще очень такая коварная штука, которую можно встретить в составе, потому что везде пишут просто там парфюм и все, но на самом деле для того, чтобы сделать конкретно эту композицию, используются иногда там и сотни ингредиентов, и даже некоторые говорили, там, и тысяча компонентов может использоваться для того, чтобы составить одну парфюмерную композицию. Так вот, что конкретно они используют, какие ингредиенты, а часто вот, опять-таки, те же косметологи говорят, там используются далеко не самые лучшие ингредиенты для того, чтобы сделать именно вот этот аромат, но, тем не менее, мы даже не знаем, что там, потому что с юридической точки зрения они не обязаны это раскрывать, они могут написать только парфюм и все. Но я не хочу, чтобы вы сейчас подумали, что знаете, я всех собак спускаю на Орлейн, потому что, о боже, о боже, какой у них ужасный состав. Нет, у них состав вполне типичный, как для люкса, так и для бюджетной косметики. И там, и там полно отдушек, и там, и там есть спирт, и очень часто он встречается, и разные виды спирта, и тот же силикон. Поэтому это все ингредиенты, которых полно просто на косметическом рынке. Поэтому единственное, что я здесь хочу сказать, это то, что не думайте, что эта косметика или какая-то другая декоративная косметика реально будет ухаживать за вашей кожей. Как вы понимаете, я не супер в восторге от состава этого флюида, но в то же время я не ощущаю этот состав на лице. Что я имею в виду, это то, что есть некоторые тональные основы, вот, например, Dior Undercover, Forever Undercover. Вот ее наносишь, и прям сразу чувствуешь, что там спиртяки прям конкретно много, и это супер сильно сушит кожу, буквально сразу ты начинаешь это ощущать. Здесь же, ну вот нет этого ощущения. Я не знаю, то ли там эта гиалуроновая кислота сработала. Хотя, опять-таки, если разобрать здесь состав, здесь ближе к концу идет феноксиэтанол, это консервант. И, насколько мне известно, феноксиэтанол разрешен в использовании до 1% в составе. То есть, не выше, чем 1% должно быть его в составе. И все, что находится после феноксиэтанола, соответственно, идет в меньшей концентрации, то есть, еще меньше, чем 1%. И гиалуроновая кислота здесь, ну, практически в самом конце списка. То есть, сколько ее здесь? Одна капля на целый бидон, или я не знаю, сколько конкретно. Я не знаю точно за счет чего, возможно, каких-то эмульгаторов или каких-то увлажнителей, которые также входят в состав, но нет ощущения сухости кожи. И вот это плюс для тех, кто не обращает внимания на то, какой состав. Абсолютно все равно. Главное, чтобы смотрелось красиво, и ощущения в то же время были приятные. Что касается хайлайтера и бронзера, то здесь, на мой взгляд, ничего такого супер прям противоречивого нет. Но, опять-таки, обычный химический состав, который можно встретить как в люксе, так и в бюджетной косметике. Поэтому, скорее, руководствуйтесь просто тем, как это все выглядит, и делайте свои выводы, насколько вам это нравится или нет. Больше всего мне понравился, конечно, бронзер. И он мне понравился абсолютно всем больше. Начиная от упаковки, потому что упаковка самая красивая, наверное, из всех трех продуктов. И также и качество этого бронзера меня вполне устраивает. Вот никаких к нему претензий нет. Красиво растушевывается, красиво смотрится. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Если вы впервые на моем канале или еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. И также YouTube сейчас предлагает вам посмотреть другие мои видео. Если не смотрели, посмотрите. А если вы их смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней.